В Таразе не следят за чистотой. Тому доказательство в городе увеличивается количество стихийных свалок бытовых отходов. Возникают они часто во дворах многоэтажных домов, особенно в микрорайонах. И эта проблема не может найти своего решения уже на протяжении многих лет. Поступают жалобы и к нам в редакцию на телеканал. Наши корреспонденты попытались выяснить, почему город буквально тонет в мусоре. Сегодня такое количество мусора можно увидеть в каждом микрорайоне города. Помимо того, что баки переполнены, вокруг мусорных площадок образовались настоящие свалки. Кстати, такая картина наблюдается не только в микрорайонах города, но и при самом въезде в областной центр. Ехали, с Чанинака выезжаешь в сторону Алматы, с левой стороны там непонятно, то ли это полигон, то ли это, слушайте, просто. Но люди накидали туда огромное количество мусора. А поездом у нас ездит очень много людей. И министры, и иностранцы, и делегаты, и депутаты. Это замечание Акимобласти озвучил несколько недель назад. Но, похоже, работа в этом направлении движется мало. К примеру, вот как выглядит мусорная свалка, которая расположилась прямо по соседству с детской площадкой в девятом микрорайоне. А так выглядит вход в детский сад в микрорайоне Самал. По ту сторону забора – картина не для слабонервных. Строительный мусор в перемешку с бытовыми отходами образовали целую гору, которая распространилась по всему периметру. Жители просто в шоке от такого количества отходов. Местные жители отмечают, что люди сами виноваты в том, что здесь образовались стихийные свалки. Многие просто не доносят мусорные пакеты до контейнеров. Бросают где попало, не только в ящик, а мимо ящика ложат, а собаки разбрасывают. Виноваты жители сами, не наблюдают чистоту, выносят даже около подъезда бросают. И детей маленьких отправляют, они до ящика не достанут. Жители ближайших домов неоднократно обращались в Акимат с просьбой помочь убрать скопившиеся горы отходов. Но ответа не последовало. Ответственная организация официально комментировать ситуацию отказалась и нам. Местные жители уже неоднократно писали жалобы в городской Акимат. Но представители власти ответом их не удосужили. Так что горожанам ничего не остаётся, как жить среди мусора. Валерий Татаренков, Аймыр Закалимбаев, Ельнур Мухтаров и Адлет Ботанов. 7.7 News.